А это люди, которые вчера, находясь на той стороне, высказывали какие-то очень громкие речи, вплоть до проклятия тех, кто перешел на ту сторону. Хамбиев говорил о том, что те, кто перешли на сторону России, они испачкали свою историю, историю своих потомков, испортили будущее своим потомкам, говорил Хамбиев и перешел на их сторону. Ахи, ассаламу алейкум, Томсот, и видел, только что ролик новый поставили, лорд тебе кровную месть объявил, я только что его слушал. Ахи, ассаламу алейкум ассаламу, Алексей Иванович, кровную месть товарищ Давудов мне объявил в 2019 году, в марте месяце, по-моему, это было 8, кажется, марта, 9, по-моему, марта это было. Так что это не новое. Если он решил обновить как-то эту кровную месть, объявить мне ее повторно, то нет, этого я не видел, может быть, он что-то подобное сделал. Но если ты говоришь об этом старом эфире, то это уже два с лишним года назад было. Я, как видите, пока еще жив. Была, конечно, попытка на день рождения Давудова привести в исполнение эту кровную месть, но тут они облажались, не получилось. Кровную месть не реализовали, и человек, пришедший ее осуществить, тоже потерпел фиаско и попал в тюрьму. Поэтому сейчас сидит свой 12-летний срок. Ну что, почему бы вам с Анзором не сделать общий эфир? У него много информации, и он очень грамотный чел. С Анзором Масхадовым мы... Я с ним дважды делал интервью. То есть у нас нет никаких проблем с коммуникацией. И если есть необходимость, сделаем, конечно, без вопросов. У Анзора Масхадова тоже периодически проходят эфиры на YouTube. Я не знаю, правда, расписание его эфиров, но вчера ночью я попал на его эфир, немножко даже покомментировал, пообщался с Анзором. Так что Анзор очень активно ведет свою деятельность, и это радует. Выскажи, пожалуйста, свое мнение и догадки, почему Кадыров и его окружение так рьянно взялись за Анзора Масхадова и к чему это может привести. Я думаю, у Анзора Масхадова есть очень ценный архив, и когда он стал выкладывать... Вы же помните, до сих пор свою деятельность Анзор вел, даже как-то не пытаясь не упоминать их имен. Он как-то мало о них вообще говорил, в принципе. Когда его не оставляли, запрашивали, он мог как-то что-то прокомментировать, но даже не называя их имен, он это делал. Но в то же время, когда они начали какую-то ложь выливать в адрес Аслана Масхадова, делать какие-то явно лживые высказывания, Анзор стал это опровергать, выкладывая их же слова, сказанные до того, как они перешли на их сторону. И, по всей видимости, это спровоцировало их, они стали отвечать и еще больше себя закрапывать. Я посмотрел перед эфиром вчерашнее, или позавчерашнее какое-то обращение Хамбиева к Анзору, где он говорит, что мы, типа, не предатели, обвиняет Аслана, что он что-то там продал Ичкерию, встретился там в Шатуе с Басаевым и другими представителями, и что там его вынудили чуть ли отказаться от нашей государственности, от чеченского флага, снять с себя погоны, надеть там их какой-то погон. И он вот единственное смог, он говорит, отстоять этот флаг, сказал, что я не откажусь от флага, но, типа, ваш флаг, я вот на него поверх там, типа, одену этот флаг, и вот вы видите, говорит, что после этого у него бывает на фоне всегда флаг нашей государственной, и поверх там бывает, мол, их флаг, их это там ваххабитов, арабов, я не знаю, что он имеет иду под этим. И это, конечно, ложь, это всё очень грязная ложь. Первое, что должен любой порядочный человек, мусульманин особенно, когда он видит такую информацию, и он понимает, от кого идёт эта информация, от лживого предателя, он, конечно же, должен сразу же отвергать такую информацию, и искать более правдивые источники. Это неправда. Та встреча, которая была в 2002 году, он это представляет так, как будто бы Аслан Масхадов вынужденно, из-за того, что у него не было денег, пошёл там на эту встречу. На самом деле, эту встречу искал не Масхадов, эту встречу как раз искала та сторона. Вот те самые арабы, о которых он говорит, это эти арабы настаивали, искали пути к этой встрече, к этому объединению. И Масхадов просто согласился на это. И да, действительно, тогда это было тяжёлое решение. Да, были споры, эта встреча там проходила где-то неделю, по-моему, они как не могли договориться. У Басаева с Масхадовым были серьёзные разногласия, они каждый раз садились и каждый раз расходились на том, что друг друга в чём-то упрекали. В конечном итоге там обоих привели к тому, чтобы они пришли к согласию. И здесь очень большую, весомую роль в этом объединении сыграл Резван Ахмадов. Да помилует их всех Всевышний Аллах. Благодаря жёсткой позиции Резвана Ахмадова, его жёсткому ультиматуму, там все в итоге пришли к согласию. И самое важное, что вам не сообщает Хабиев, это то, что все они объединились под командованием Аслана Масхадова. Не Аслан Масхадов пошёл под них, как это преподносит Хабиев, а все они объединились, согласившись с тем, что лидером является Аслан Масхадов. Всё остальное, то, что там говорит Хабиев, это всё чушь полная. Это как раз, это было то, что было так ненавистно Хабиеву, Кадырову и всем остальным. Это объединение. Действие Масхадова – это действие руководителя, лидера, который болеет за идею, за общее дело. Да, несмотря на то, что у него были претензии к многим из присутствовавших на том Маджвисе людей, несмотря на это он понимал, что борьба с врагом будет гораздо более эффективной, если он сможет подчинить вот эти вот разрозненные группы. Он это понимал. И поэтому он пошёл на это объединение, закрыв глаза на то, что у него есть определённые претензии и разногласия с какими-то отдельными членами нашего сопротивления. Так и должен поступать лидер. Это никогда не поймёт Хабиев, Кадыров, им этого не понять. И говорят, что сопротивление будет более эффективным. Это я, наверное, как-то мягко высказался. Без этого объединения сопротивляться такому врагу, как Россия, мощному государству, да практически невозможно. И это прекрасно понимал Масхадов. Поэтому он, будучи лидером, грамотным человеком, болеющим за свой народ, за идею, за дело, он пошёл на это и сделал абсолютно правильно. И вот эти вот моменты там с флагом, то, о чём говорит Хабиев. Масхадов действительно на наш государственный флаг сверху повесил маленькое чёрное полотно с мечом и с надписью «Аллаху Акпар». Он это сделал именно для того, чтобы эти группы, которые находились на территории нашей республики, при этом они не являлись даже чеченцами, чтобы этих людей взять под контроль, чтобы их подчинить. Он сделал это абсолютно правильно. И это не изменение нашей государственной символики. Он просто сказал, вот сейчас идёт война, это будет знаменем войны. Что вот на период войны у нас будет вот такое обозначение. Всё. Ничего более он не делал. И это тоже оправданные, абсолютно правильные действия от нашего президента. Что бы ни говорили подобные люди, подобные Хабиеву, вы должны понимать, что у них нет другого выбора. Они, конечно, будут болтать. Конечно, они будут сегодня пытаться как-то оправдать своё предательство. А это люди, которые вчера, находясь на той стороне, высказывали какие-то очень громкие речи, вплоть до проклятия тех, кто перешёл на ту сторону. Хабиев говорил о том, что те, кто перешли на сторону России, они испачкали свою историю, историю своих потомков, испортили будущее своим потомкам, говорил Хабиев, и перешёл на их сторону. Конечно, он будет сегодня вести подобные речи. Конечно, он будет оскорблять этих лидеров, которые прошли путь достойно. Он их ненавидит всем сердцем. Только лишь из-за того, что они прошли этот путь достойно. Что они не предали. Потому что их достойный уход, это пример для нас. Это та аналогия, это то противопоставление этим людям, которое мы с вами делаем. Когда Хабиев и Кадыровы рассказывают нам о своих каких-то подвигах, о том, что они вынуждены были так поступать, мы с вами вспоминаем Масхадова, Гелаева, Басаева, других. И мы видим, что они так не поступили. Так как Хабиев и Кадыровы. И это даёт нам понимание того, что эти люди предатели. Поэтому не нужно вообще удивляться этой болтовне и обращать на это внимание. Субтитры создавал DimaTorzok